Привет, друзья! В этом году это у меня первое видео, и посвящено оно несанкционированной рекламе на моём канале. Почему именно с этой темы я решила начать? Потому что для меня это сейчас, наверное, единственный источник раздражения, который присутствует, когда я открываю свой канал. Семь лет назад, когда я только начала вести свой канал, и когда там было только пять подписчиков, уже тогда я себе дала слово, что реклама на моём канале не будет. То есть вот той общепринятой рекламы, которая называется монетизированием канала, из-за которого блогеры получают деньги, я не хотела этой рекламы, потому что я и сама её не любила и не люблю. И считала, что зарабатывать деньги я смогу каким-то другим способом. Но не с помощью рекламы, не с помощью монетизации канала. И шли годы, и я оставалась верна своему слову. Я не заключала договор с Ютубом по поводу монетизации и не собиралась этого делать. И вдруг в один прекрасный день я открыла свой канал Ютуб. Я хотела посмотреть какое-то видео, и с ужасом обнаружила, что на моём канале крутится реклама. Я сначала оторопела, и первая мысль была, так, стоп, кто-то взломал мой канал, и кто-то запустил рекламу без моего ведома. Но оказалось, что это никакой не взлом. Оказалось, что просто Ютуб изменил свою политику, и что с этого дня реклама будет крутиться на любом канале, независимо от того, монетизирован он или нет. Независимо от того, хочет его владелец, чтобы реклама показывалась или не хочет. Я поняла, что мы, все мы, видеоблогеры, оказались жертвами новой политики Ютуба, и я в том числе. Здесь я не диктую, здесь я не могу диктовать какие-то правила и вступать в дебаты с Ютубом, потому что понятно, что это такой монстр, с которым бодаться практически бесполезно. И почему я записываю это видео? Я хочу, чтобы вы понимали, что меня точно так же раздражает реклама на моем канале, за которую я, кстати, не получаю ни копейки. То есть если вы думаете, что вот те ролики, которые вы вынуждены просматривать во время просмотра моих видео, если вы думаете, что они приносят мне деньги, то знаете, что они не приносят мне ни копейки. Они приносят мне только одно сплошное разочарование и раздражение. И ладно бы, я бы еще была согласна, хотя моего согласия никто не спрашивает, как известно. Но куда бы еще ни шло, если бы эта реклама была достойной. То есть я всячески преклоняюсь перед рекламными роликами, которые сделаны со вкусом, с творчеством, с таким интересным подходом, и их приятно смотреть. Есть такая реклама, скрывать не будем. Есть известные бренды, которые делают действительно красивую рекламу. Скажем, рекламу каких-то духов, например, да, парфюма. Но, к сожалению, та реклама, которую я лицезрею на своем канале, это что-то, это такое впечатление, что собрали все отбросы и именно эти отбросы крутят на моем канале в качестве рекламы. Что я вижу среди героев этой рекламы? Это какие-то дяди или тети с совершенно непрезентабельной внешностью, на которых неприятно смотреть, которые ожесточенно жестикулируют руками и произносят пламенные речи с усиленной артикуляцией, типа того, что если вы хотите зарабатывать много денег, вот я вам дам пошаговый план, как это сделать. И все в таком духе. Разумеется, никаких приятных эмоций такая реклама не вызывает. Я думаю, не у вас, не у меня. И поэтому, друзья мои, все, что нам остается, поскольку мы с вами жертвы, это не санкционированные рекламы. Все, что нам остается, это просто смириться. Но я где-то читала, слышала или смотрела, что есть вариант, как избавить себя от рекламы. Есть соответствующие настройки. По-моему, эти настройки находятся в непосредственно, как это называется, в браузере. Если вы в этом что-то понимаете, то вы можете настроить свой браузер так, чтобы реклама вообще не показывалась. Я тоже попробую заняться этим вопросом. Не знаю, сколько у меня хватит времени, или получится ли у меня это сделать. Но как бы там ни было, я хочу, чтобы вы знали, вот эти бездарные рекламные ролики, которые крутятся на моем канале, без моего желания, без моего ведома, и которые не приносят мне ни копейки, и никакого удовольствия. Просто знайте, что я с этим делать ничего не смогу. И с этим просто, наверное, придется смириться и как-то это терпеть. Но я очень надеюсь, что в новом году мой контент будет настолько интересен, что никакая убогая и поганая реклама не сможет испортить вам впечатление от просмотра моих видео. Я очень на это надеюсь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и до скорых встреч.